Дежурный на телефоне. Состоялась церемония награждения победителей 17-го фестиваля Требеккофильмфестиваль в Нью-Йорке. Фестиваль был основан в 2002 году Робертом Де Ниро, Джейн Розенталь и Крейгом Хаткоффом, как реакция кинематографического мира на теракты 11 сентября 2001 года. И впервые за всю историю в конкурсе короткометражного фильма фестиваля Best Narrative Short главный приз получил короткометражный фильм «Дежурство. Фон Дьюти» российского кинорежиссера, дебютанта Ленара Камалова. Он рассказывает историю ополченца ДНР с позывным «Кот». Эту роль играет Захар Прилепин. По сюжету Кот получает приказ подежурить на телефоне, но это оказывается не так просто. Фильм показывает конфликт на востоке Украины глазами ополченца. Он иллюстрирует трагедию войны и показывает, как она влияет на людей. Фильм также показали на кинофестивале в Хьюстоне, World Fest in Houston, и на международном фестивале короткометражного кино в Пусане, Южная Корея. «Мне просто не верится, что мы сделали это. Никто не верил, что нас куда-либо возьмут с такой темой. Меня отговаривали снимать, отговаривали подаваться на американские фестивали. Никто не верил, что будет такой успех. Это очень-очень круто. Огромное спасибо всей команде, особенно нашему оператору Славе Лесневскому, Захару Прилепину и всем актерам. «Мы сделали это», — говорит Ленар Камалов. «Мы рады, что картина, которая так много для нас значит, была замечена и достойно оценена жюри Международного кинофестиваля такого уровня. Признаюсь честно, я не была до конца уверена, что мы сможем взять главный приз. Признание фестиваля Трибека по-настоящему ценно для нас, и мы надеемся, что эта история не оставит зрителя равнодушным. Спасибо всей команде и пожелаем удачи фильму на других фестивалях». Радуется сопродюсер картины Наталья Фролова, второй сопродюсер Ленар Камалов. Кстати, нужно знать, что победитель фестиваля Трибека автоматически попадает в лонг-лист премии «Оскар», который составляет примерно 250 фильмов. В фильме также снимались Олег Чернов, Глеб Корнилов, Михаил Сиворин, Юрий Маслак. Это информация из российской газеты «Неделя», номер 94, 3-9 мая 2018 года. Ссылку на трейлер этого фильма я дам в описании под этим видео и на эту же статью. На этом все. Всего хорошего. Канал Веб-Рассказ. До свидания. Продолжение следует.